Корпоративный директор компании Agile Юрий Зимин. Пожалуйста, привет. Все свое ношу с собой. Всем здравствуйте. Мне пришла история, в 96-м году я был в Соединенных Штатах Америки, но я не был тогда в сетевом маркетинге, и я прогуливался по улице и увидел парня, который мне напомнил дистрибьюторов компаний, которые что-то продают на улице, приставая к гражданам. Он возле своего велосипеда склонился, что-то упаковывал в свои рюкзаки, и я подошел к нему и спросил, это что, что-то на продаже? Он говорит, да, я занимаюсь продажей. Я говорю, что к людям пристают? Он говорит, ну, иногда пристаю, и посмеялся. Я говорю, а вам не стыдно? Он говорит, вы знаете, что в жизни стыдно? Это было в 96-м году. Он сказал, стыдно быть без денег. Вот быть нищим стыдно. После своей работы я переодеваюсь, иду с любимой девушкой гулять к нуже. Меня нормально слышно? Да, да. Теоретически. А так меня хорошо слышно? Да. Я так поговорю, Слава, руки высвобожу. Я вот так вот микрофон поставлю, он будет меня усиливать. Слушайте, не будет. Вы сейчас меня очень внимательно послушаете, потому что у меня мало времени. А мне нужно вам сказать очень важные вещи. Что я вам хочу сказать? В этом году меня очень впечатлила история, которую я услышал в Москве. Я 17-го числа июля вылетел в Москву. У нас проходило мероприятие компании. То есть там проходил Age of World. Это итоговое годовое мероприятие компании в СНГ в целом. В бывших странах Советского Союза. И на это мероприятие были приглашены разные лидеры. И меня очень вставило два выступления. Первое выступление выступал Дамиан Уитальянец. Он такой маленький, как я, лысенький танцор. И он сказал, что он с бизнесом познакомился ровно два с половиной года назад. Он не был никогда сетевиков. И когда он понял миллиардную идею нашей продукции, а идея заключается в том, что компания создала продукт совершенно удивительный и новый на планете Земля, который ни у какой компании не присутствует. Он высокоэффективный по причине технологии сустензионных гель. Уточните это все учебу, который вас пригласил. Это уникальная технология сегодня, которая позволила сохранить натуральность продукта, именно натуральность продукта с его естественными связями между ингредиентами и легкоусвоение происходит. Это очень классный продукт, который с того света часто вытаскивает людей, когда медицина ставит крестную или бессилную. Хотя я не имею права в Америке такое говорить. Но мы в Украине сами сегодня. И главная задача компании, чтобы люди на всей планете узнали об этом продукте, а когда они узнают на всей планете, они что будут делать? Его употреблять. То есть если они будут его употреблять, как вы думаете, товарооборот будет огромный? Продолжайте думать на тему, а что я с этого буду иметь. Детский вариант. Ну я оттуда наставлю. Поэтому я вам рассказываю. Простой вариант. И когда он понял эту миллиарду людей, и что бизнес складывается всего лишь из двух вещей, я регистрирую, становлюсь клиентом, вы клиенты, мы употребляем эту продукцию, и второе. Нам нужно просто-напросто проинформировать как можно больше людей, зачем я это делаю. Я употребляю продукт. Чем больше, тем лучше. На постоянном слове, чтобы забыть слово доктор. Это я вам рассказываю, нужно коротко позиционировать продукт. Даже много не рассказываю. Чем дольше вы будете употреблять нашу продукцию, чем больше, вы должны распрощаться со словом доктор. Понятно? Коротко и ясно. Скажите, об этом мечтают все люди? Да. Мама мечтает о том, чтобы дети были здоровы. А все мечтают о том, чтобы не болеть, потому что это, по крайней мере, просто больно. Мечтают. Прекрасно. Я, например, спозиционировал эту продукцию. Об этом мечтают все. Просто нужно до каждого достучаться. Кто эти люди? Наши друзья, знакомые, родственники. Не нужно приставать, живут им на улице. И когда он это понял, то он говорит, я с первого дня, когда я понял это, стал проводить 5-10 встреч в день. 5-10 встреч в день с этим фильмом, который вы сегодня видели. Вот точно так же. С айпадом, с компьютером, 5-10 встреч в день. Через 25 месяцев он закрыл квалификацию бриллиантового директора одной звезды. Это 20 тысяч долларов в месяц. И буквально недавно, несколько месяцев прошло, вот Юля, когда мы с ним общались в комнате, стояли для обслуживания, он закрыл квалификацию двух звезд бриллиантового директора. А этот примерно около 30, ну, 25-30. Он говорит, я когда это понял, и я понял, что это мой шанс, я пошел в амбарк. Ну, вам ведь к чему я отклонил? Я вам рассказываю очень серьезную историю. На самом деле, в нашем зале сегодня, и у нас на Украине, у нас тоже есть свои герои, я хочу вам сказать. Не только итальянцы, не только американцы, не только там немцы. У нас есть свои герои. Я хочу просто рассказать о региональных директорах. Я немножко поднимусь к плану. Самый первый региональный директор в моей группе стал Александр Иванович Еремчук. Я благодарен тому человеку, который привнес очень серьезную струю живую в наш бизнес. У него совершенно потрясающий опыт, он вошел в огромную группу, на самом деле, помог очень многим дистрибьюторам. И продолжает двигаться в том же русле. Второй, вторая семья памяти из меня, региональный директор в моей группе, это были Виктор и Марина Лавренюк. Они отличились тем, что они пошли ва-банк тоже. Я был очень удивлен. Тогда у них было четверо детей. Они оба прыгнули на колеса, на машину. И они сколесили Украину вдоль и поперек, оставляя своих детей мамам, бабушкам, друзьям, знакомым, чтобы они следили за ними, потому что они пошли ва-банк. Потому что они тоже увидели шанс. и сегодня они региональный директорат. Я вам скажу, что региональный директор, почему он рассказывает, если вы эту квалификацию закроете правильно, и если вы будете в ней пребывать, не меньше, это примерно от 3 до 5 тысяч долларов в месяц в нашем городе. Как? Это даже на Америке не помню. Я вам хочу сказать. А в Германии мне рассказали вообще была города Урак. И это возможно. Следующий региональный директор это Ирина Щербин. Она есть здесь? Где ты ее видишь? Да, у нас есть. Ирина Щербин. Чем она меня очень удивила, потому что это очень скромный человек, который никогда не выпячивает себя наружу. У некоторых есть приют, допустим. А вот она всегда скромная, всегда где-то вроде как незаметно-незаметно, оп, она уже региональный директор. У Ирины Щербин родился тоже региональный директор. Есть Ольга Соливоненко у нас в Америке? Есть. Я был бесказанно рад, потому что перед этим у Ольги Соливоненко в 6 месяцев был спад в бизнесе и был еще психологический спад. Я просто правду вам рассказываю, мы живые люди. В чем даром вы пензицы. Мы тоже бываем спады психологические. И далеко не счастливая ситуация была у нее в бизнесе. И она нашла в себе силы, это город Нежин, выйти в региональный директорат. Если честно, я был потрясен твоим успехом. Большое вам спасибо, двигайтесь дальше. В следующем генеральный директор в нашей группе Елена Васильченко. Есть залив? Елена Васильченко у нас город Черкасса. Елена Васильченко боролась за регионального директора до конца. По-моему, она закрыла и вот на Новый год прошлый. 30-го числа она мне звонит и говорит, Юра, мне не хватает там кое-что до регионального директора, я обязательно сделаю в первых числах января. А у нас отчетный период до десятого каждого месяца за предыдущий. Она говорит, ты можешь содействовать, чтобы ну мне пропустили вот я отбью до конца. Потому что у меня Новый год будет, когда я закрою его. Я, конечно же, вышел на администрацию компании и нам мне сказали успокоить, пусть только делает. Четыре мы даже ждут. Как только все случится, есть все проста и это случилось. Она закрывает регионального директора и мы были очень рады. Это дистрибьютор Александр Иванович Еленчук. Потом в моей группе правда это я не являюсь его спонсором закрылся Вячеслав Коплоухов. Мне очень это понравилось. Его сейчас нет в городе Харькове находится. Далеко не легкие времена сегодня в Харькове. Я вам хочу сказать и вы знаете почему. Но он продолжает действовать. Что я хочу сказать. Я никого не забыл из регионального? Правильно. Я говорил об Украине. в моей группе сегодня есть еще такая страна как Беларусь. И в Беларуси все началось с одного парня который в 2009 году позвонил мне по скайту а ему посоветовал ко мне позвонить моя первая линия в Варшаве Александр Козулин на тот момент я его зарегистрировал Александра Козулина и он Вадим Огурко мне посоветовал Вадим Огурко посоветовал ко мне обратиться звонил мне по скайпу парень 19-летний такой зерошный и говорит что он хочет заниматься бизнесом и у него ничего не получать потому что он молодой и ему никто не верит он вот зерошенный был в Адубе видели его эволюцию я сказал так Вадим ты хочешь быть бизнесменом да я хочу тогда ты должен выполнить все что я тебе скажу я ему назвал некоторые вещи которые я вам озвучу через 2 минуты Вадим выполнил все от А до Я и сегодня он на один ранг меньше швей на один ранг он старший электрокомпании в 23 года в 24 в 24 года вся структура Белоруссии это сегодня Вадим Гурко который ее поднял я вам хочу сказать я вчера на конференции говорил анализ проводил что от наших действий от наших решений много зависит на самом деле и что было бы если он не тогда проявил бы слабый характер если бы у него не было бойцовских качеств что было бы если бы он не сдержал слова и не захотел попасть на ужин с Рэнди Гейджем Рэнди Гейджем это сегодня лучший бизнес тренер мира в области МЛФ и наш партнер старший в нашем бизнесе что было бы если бы он за 3 недели не выполнил бы директора со старшего менеджера он бы очень страстно захотел попасть к нему на ужин а только директора могли попасть он за 3 недели выполняет квалификацию потому что страстно захотел сел напротив Рэнди и стал с ним торговаться Вадим Бурко молодой пацан Рэнди ты когда приедешь в Белоруссию а я ведь не езжу не открытые страны Белоруссия не открытые страны эджин он говорит я понимаю но все таки давай договоримся он говорит тысячу человек должен привезти через 8 месяцев на Эджин Лог в Москву и тогда я приезжаю в Белоруссию все не обратили внимания даже я потому что это же нереально а Вадим сказал окей пацан в прошлом году 19 числа возле корпус сити в Москве все дистрибьюторы компании все кто приехал в том числе и зарубежные и американцы офигели стояло свыше 20 автобусов из Белоруссии и они еще приехали вы посчитайте 50 человек туда поездами и у меня была двойная радость потому что из всего зала из 2400 человек кто сидел на том мероприятии половина зала это была моя организация это была Беларусь тысяча человек это была Украина по-моему от 400 до 500 я был очень доволен проделанной работой скажу на честь я вам рассказываю историю люди бились до конца зачем то есть создавался пассивный доход вы знаете я немножко пассивный доход зацепил когда закрыл корпоративного директора мой чек был 10 тысяч долларов это реально это работает и потом долгое-долгое время сохранялся отличный чек примерно от 7 до 8 до 9 тысяч долларов война немножко подкосила политика где-то в 2-3 раз ситуацию но ничего страшного и я вам скажу что когда ты вкусишь немножко вот этого чувства когда у тебя есть пассивный доход вот это тебе не нужно пахать вставать с утра и переться в маршрутках куда-то когда доходы идут сегодня первый раз в жизни у меня три сына в двух я каюсь я практически не знаю потому что я был офицером и у меня были разводы по причине мало оплат денег но я не видел своих детей я был очень занят вам не знакома такая ситуация когда ты очень занят денег нет у тебя и хочется показать один жест ну примерно какой-то не понял сегодня я считаю что у меня счастливый сын которому один год и четыре месяца и который с моих рук не сходит у меня есть время это очень трогательно когда твой сын растет ты видишь все буквально за ним а если бы я бы работал на заводе я бы его не видел на самом деле или еще где-то сто процентов то есть это большое счастье за какой сейчас месяц восьмой или девятый месяц за восемь месяцев этого года я считал сидел пока выступал Александр Иванович я побывал в пяти странах всякий раз когда я уезжал на работу моя жена говорила что я гад он говорит для нас ребенка ребенок она говорит ты юрик гад ты едешь на отдых я говорю я работаю да я знаю ты работаешь ты просто гад мы были в январе с Александром Глуховским с моим спонсором тоже корпоративным директором в Нью-Йорке мы поехали на работу мы разведали занимались потому что мы на меня в планах развития бизнеса в США это сегодня первый рынок мира в сетевом маркетинге и моя главная задача что очень серьезная доля этого рынка должна быть за мной меня туда никто не пригласил я сам себя назначу второе я в этом сразу после США мы побывали в Мексике в Мексике мы консультировались с группой мы приехали туда и мы обсуждали вопросы международного развития у нас были серьезные обсуждения я даже сгорел на солнце это был после чего тоже имел определенный разговор сжимай потому что она была здесь вот вы поймите все все понимают но уже обождают я понимаю вот после этого и поняли такую вещь что Мексика очень интересная страна Латинус работает в общем в бизнесе быстро потому что все общительные коммуникабельные денег не особо и всем им нравится американское я только что вам рассказал одну из вещей а там везде нужно разговаривать с ним нужно давать информацию вот так вот пальцем щелкнул столь человек собрались потому что очень уважают белых и один из лучших дистрибьюторов Герболайфа когда здесь уже было все плохо поехал туда и за два года построил мощнейшую организацию стал по-моему третьим человеком компании Герболайфа четыреста тысяч долларов в месяц на Мексике я вам рассказываю так просто для информации может кто-то в зале захочет задуматься почему это говорит следующая страна была Италия мы поехали на Age of World в Италии и я вам скажу что это было потрясающе мы там были на мероприятии плюс мы там обучались и мы там еще шокились мы там еще смотрели на все то есть это было очень интересно незабываемые такие вот впечатления когда ты сталкиваешься с прекрасным мы жили в отелях небольших это что там утончено все было любая деталь была утончена это все остается вот здесь вот внутри тебя и тебе хочется что? опять тут меня можете понять кто завсегда залучится поддержкой крупного лидера я прыгнул на все и поехал в Италию и познакомился договорился с очень серьезным лидером который сегодня создал первый рынок в мире в нашей компании с Фернандо Гатти тогда он был даром 4 звезды мы с ним познакомились и договорились о сотрудничестве следующая страна у меня была Норвегия у меня в Норвегии появился дистрибьютор термо-украин она в прошлом месяце закрыла уже квалификацию супер-вайзер и у нее уже есть два человека которые должны закрыть квалификацию супер-вайзер ты же видел, да? да потому что она в большой ветке в Наталии да ей тоже она довольна поэтому вот значит я был еще в Польше а пока мы ехали в Италию еще проехали пару штанов я вам скажу было очень здорово и прекрасно когда доехал по плану у меня я очень старый хочу быстренько получить визу 23 числа хочу съездить в Варшаву у меня есть в сентябре у меня есть особый разговор там вот Фернандо Гатти проводит ЭБИБИ я хочу с ним лично поговорить перед вам приезда и вы не находите что в принципе с ней жизни неплохой как? да? кирпичи не таскал а только штанг тренируюсь ну тренируюсь в спортзале то есть я вам скажу что моя жизнь превратилась действительно говорили на экране что-то сказка сейчас о сказке вот это только есть она превратилась в сказку на самом деле ну немножко чуть-чуть на спад это пошло все с тем что у нас политика здесь все такое проще но я вам хочу сказать что здесь сегодня я хочу вам сказать вот ту вещь с сегодняшнего дня мы с вами вместе начинаем отчет нового времени вся политика закончена война закончена все закончено она нас не коротко сегодня нужно создать доходы в этом бизнесе вы мне можете просто коротко поверить я не буду это сильно распространять если вы правильно меня сейчас поймете то за два тире года тире пять лет вы можете дойти до того до чего дошел я скажите кому-нибудь помешают десять тысяч в месяц нет в доллар но за это нужно повоевать лично и самое главное с кем вы будете воевать это с человеком который сидит на вашем месте сам собой это самое сложное но это возможно почему но это не невозможно вы этим бизнесом никогда не занимались вы никогда к нему не готовились для вас это новые движения для вас это новое мышление но это можно сделать потому что это не больно я вам хочу сказать если за пять лет вы сделаете то что сделал я вам ни на какой работе это не заплатят поверьте мне я стою перед вами цветучий нормальный мне пятьдесят первый год пошел нормально я не умный все отлично были сложности все было но я живой здоровый и все нормально и у вас будет то же самое я просто хочу чтобы вы наконец таки раз вы здесь сидите вы сидите не зря здесь на самом деле поэтому и я не зря наступаю меня можно слушать в любом состоянии и любое что я вам скажу потому что я для вас папа даже если кто-то из вас тут старше меня сидит на сегодняшний момент потому что я страстно хочу чтобы каждый из вас зарабатывал как можно больше знаете почему мне тоже что-то с этого перепадет причем если вы думаете кто-то кто пришел быстрее тот больше зарабатывает слышали такое Александр Козулин мое первое поколение которого я нашел воспитал зарабатывает дал зарабатывает больше меня практически были моменты два раза он даже был девятым человеком компании если вы помните я не был еще я был очень рад когда я это увидел поэтому ну это был один из тех парней очень культурный парень который с которым никогда не было проблем и если он что-то делал делал всегда четко то что я его просил единственное был один момент в жизни когда я мальчикался конечно был такой момент острый один раз и после этого он стал директором слава и пошел в гору был такой момент когда его покрыл так он там кое-что проворот чуть не проворот он сразу через скайф и мы с ним встретились и познакомились на самом деле я там директора закрылся это интересно это будет потом в любом деле я вам хочу сказать такую вещь надо обучаться вы согласны? любому делу нужно обучаться и я вам скажу что в этом бизнесе люди не достигают успеха по одной причине по одной причине нет две есть причины нет я буду говорить правду просто прям лень я не знаю как нужно лениться что если понятно что вам нужно всего лишь два но максимум пять лет для того чтобы стать обеспеченным человеком и решать все свои вопросы в этой жизни вам нужно пять лет себя загрузить приятным делом извините кирпичи мы здесь не толсткаем мы занимаемся разговорным жанром причем фильмы крути показывают и попробуем продукт в хороших условиях интеллигентных красиво и вот на это вам нужно потратить пять лет причем первые два года очень важные и через пять лет вы зарабатываете от пяти до десяти тысяч долларов я не знаю как можно лениться если при этом постоянно ныть что не хватает денег когда ты проходишь по улице мимо Хелен Марлен смотришь классные туфли мужские и женские когда у тебя текут сопли потому что ты не можешь их купить для своей любимой дамы я вам скажу что большинство вообще не проходит такие магазины потому что сразу это не по мне это не могу себе позволить да когда нужны финансы как можно заниматься делами которые не приносят деньги объясните мне десятилетия это шиза ребята из нее нужно выходить Вася я вам скажу американцы так не разговаривают они сейчас будут мягко стелить мягко с вами говорить у них так не разговаривают я вам просто рассказываю как я себе говорю потому что я считаю что я ленивый и я сегодня принял обязательства слава богу это конечно плохое но что делать за эту политику за этот спад который произошел в моей группе и в моих финансах он произошел я возбудился и моя главная задача я очень четко сейчас начал работать над собой я очень хочу чтобы моя украинская группа стала одной из лучших мы сегодня пишем с вами историю ни в одной компании мира ни в одной команде мира в Эйджел ни в одной стране не было столько ерунды сколько у нас мы даже с вами во время войны сидим и сейчас рассказываем о бизнесе это история на самом деле моя мечта я вчера говорил что когда будет проходить мероприятие не важно в какой стране чтобы стояли наши даймонды украинские даймонды это люди которые будут зарабатывать свыше 20-30 тысяч долларов в месяц это будут богатые люди и вы здесь сидите и вы будете рассказывать как вы собрались в этот пучок и начали действовать невзирая ни на что невзирая на сопли нации потому что все сегодня загружены вы знаете чем это нормально и поэтому мы это и получаем но о чем мы думаем то к нам и приходит и вам нужно поменяться вам нужно сегодня думать о собственной экономике о собственных доходах вам нужно стать богатыми людьми и мы это можем сделать только вместе причем у нас великолепные возможности потому что Эйзел сегодня не знает никто когда будут все знать а мы знаем даже в Батрике когда Эйзел сегодня будут знать лет через 10 много кого вы будете очень богатыми людьми и если сегодня не профукайте время все что нужно сделать это подорваться изучить правила игры и начать действовать информировать друзей, знакомых и родственников где бы они ни находились догорять и еще раз информировать показываем фильмы и все прочее я шучу конечно но я не шучу и только так вы сможете достичь успеха и потом когда они будут обеспеченными людьми и здоровыми у вас будут отличные чеки постоянно сколько существует карбан вы этого хотите? да 4-го числа и 5-го в Украине будет проходить октября будет проходить мероприятие на которое приезжает Фернандо Гатти я очень удивлен его решением вот я очень удивлен его решением потому что американцы бы в нашу страну не поехали за политики он мне недавно прислал билет свой и он полностью одобрил программу по которой мы ему предложили ну ему выступить и он ему сказал отличная программа вот мероприятие сегодня которое будет 4-5 октября я вам хочу сказать что если вы хотите состояться по-крупному это мой девиз и я так делаю нужно всегда обучаться у лучших нужно не обучаться у преподавателей вузов которые получают жалкую зарплату но обучают как делать бизнес и маркетинг и при этом приезжают на метро в университет а нужно обучаться в мультимиллионерах которые прошли как он создал первый рынок мира сегодня в Эйджу и плюс Фернандо Гатти сегодня вот все даймонды которые в Италии это Фернандо Гатти это приятнейший человек высокая этика вы знаете я с ним пообщался ровно вот сколько я был 3 дня я совершенно другой приехал в Украину многие заметили я был один и приехал другой такой метаморфоз возник и этот человек который не является нашим спонсором который не получает ни цен да с нашей организации он приедет нам помогать я его спросил а зачем ты это делаешь просто интересно он говорит я люблю сетевой маркетинг это раз во вторых если я вложу свой вклад если вам вам сейчас трудно то жизнь не заплатит все равно то есть это тоже чек верный не салют Фернандо Гатти вот это билет на лидерши я думаю что сейчас я расскажу вам очень серьезное правило это правило заключается в том я узнал в 97 году когда в бизнес ходил вообще сетевой мне сказали если ты хочешь состояться в этом бизнесе по крупному всегда старайся чтобы твоих людей обучали лучше и если ты пока не лучший сделай так чтобы ты был на мероприятии и чтобы как можно больше твоих людей там было чтобы твоих людей обучали чужие лидеры скажите это сложное правило так создаются миллионы долларов запомнили все я вам все рассказал теперь ваша главная задача появиться в этом мероприятии самим и как можно больше людей туда пригласить и у вас есть опять таки два выбора первый сидеть и нюли лить потому что в стране очень плохо денег нет курс доллара огромный никому ничего не надо все боятся танков и России никого хочешь или вам нужно собраться в кулак и мозги повернут всех своих людей в другую сторону четвертого числа они должны сидеть в зале и напрягитесь и поставьте себе планку сколько там человек ваших должно быть первая линия десять человек общее количество сто человек поставьте эту планку я всегда так себе делал вот я вам расскажу что я делал вот как я достиг этого ничего в этом страшного нет это не больно но это требует перестройки лично если вас будут просить пойти в кино погулять по берегу Днепра и еще куда-то отвлечься вы скажете что я занимаюсь бизнесом вы это сделаете чуть позже на самом деле вам нужно очень плотно поработать на это вы знаете это великое достижение что Фернандо приезжает нас обучать и он согласится на наш план это лучший из лучших дистрибьюторов после Рэдди Гэджа это номер два у меня вы этому не научитесь я могу только рассказать вам об этом поэтому билет он у меня в руках и сегодня для вас будет эксклюзивная цена Александр Иванович только сегодня вот как только это все закончится вы должны все билеты раскупить у меня потому что сегодня цена билета на 100 гривен меньше чем будет завтра сегодня билет стоит 500 гривен на это мероприятие завтра 600 и до мероприятия стоит 600 гривен пачка билетов у меня есть у Александра Ивановича да? поэтому те кто хочет купить билет сегодня на мероприятие для вас это будет 500 гривен приведу вам пример стройка Танкиосаки я читал его книгу он сказал я не понимаю это он про американцев писал почему некоторые люди не любят семинары он говорит я вообще не понимаю почему они не ходят на семинары и не жалеют какие-то 30 долларов или 50 на семинары когда у меня была проблема в бизнесе он был в недвижимости если вы знаете читали его книги это сегодня человек который обучает финансовую финансовую гранту квадрат денежного потока это от Роберта Киосаки он сказал я купил билет за 50 долларов пошел на семинар 8 часов провел прекрасное время с кофе брейками с приятными общениями и тот мальчик который выступал 2 часа по недвижимости рассказал мне такое а я снял в зале что после того как я вышел с семинара в течении года я сделал 10 миллионов долларов вы поняли что я вам сказал? 500 гривен сегодня стоит билет завтра уже 600 приезжаю в Фернандо Гатте 3 числа 3 числа будет ужин в директорате я в последние несколько лет стараюсь не пропускать эксклюзивные ужины поэтому приходится немного напрягаться и сделать квалификацию постоянное общение эксклюзивно с топ лидерами компании привело к тому что я корпоративный директор и я думаю что за месяц можно напрягаться и сделать эту квалификацию в сентябре месяце нужно закрыть квалификацию директор и вы попадаете на ужин с Фернандо Гатте и с представителями администрации компании с американцами и мы в тесном кругу пообщаемся о некоторых вещах Вадим Гурко в таком тесном кругу как-то наобщался и с директора закрыл сеньор директор через одну квалификацию перед Людом это называется он идет на шаг меньше меня всего лишь достаточно успешный человек поэтому я рекомендую 4 числа начало будет с 11.00 в офисе 3 будет регистрация чтобы попасть на наше мероприятие гости не приглашаются только дистрибьюторы компании только поэтому если вы хотите вам нужно срочно регистрироваться и срочно набирать свою команду для этого семинара чтобы вас чтобы ваших людей обучать серьезные ребята 4 числа начало с 11.00 город Бравары знаете ли это город? Бравары там есть торговый развлекательный центр в нем на втором этаже на третьем залу начало в 11.00 что с 11.00 до 13.00 будет выступать администрация компании потом обед 2 часовой тренинг Финандо Гатти с 18.00 будет перерыв на 1 час до 19.00 это для ваших приглашенных с 18.00 до 19.00 вы принимаете своих приглашенных кандидатов и он проводит ЭББ лично с 19.00 до 20.30 ЭББ это большую презентацию он будет проводить поэтому вы за этот месяц регистрируете дистрибьюторов и плюс приглашаете кандидатов которые послушают Финандо Гатти понятно да? для них вход будет бесплатный с 18.00 второй день начало будет в 10.00 до 13.00 приглашаются дистрибьюторы которые попадают на спецстрим чтобы попасть на семинар вообще нужно за август из сентября сделать личную закупку на 100 баллов я не буду сейчас расшифровывать вы это спросите у тех кто вас пригласил спец тренинг Фернандо Гатти будет 5 числа там будет очень эксклюзивная информация в течении трех часов только для лидеров которые хотят большой бизнес это значит за 10 тысяч в месяц если вы хотите зарабатывать нужно специальное обучение туда приглашаются дистрибьюторы которые за август и сентябрь сделают закупку 200 СВ личную я знаю чем я говорю те кто сделал молодцы и вам специальный промоушен если у вас есть я обращаюсь к дистрибьюторам и те кто хочет к старым дистрибьюторам если вы не успели сделать 200 СВ за август вы можете это сделать в сентябре вы делаете 200 СВ за сентябрь и докупаете недостающее количество баллов продукта за август у вас должно быть в общей сложности 400 баллов и вы попадаете на спецтренинг поверьте кто на него попадет бедный не будет это я вам говорю я тоже с Украины я не пропустил ни одного спецтренинга ни в одной стране мира в котором это проходило для нашей группы я же делал так как сделал мой спонсор Глуховский он всегда там бывал он корпоратив я начал ездить я корпоратив берите пример и причем всегда езжу не один это секрет чем больше тем лучше после этого спецтренинга будет обед и будет выступление региональных и корпоративных директоров Украины поверьте это будет серьезное мероприятие и вас еще ожидают там сюрпризы для клуба супервайзера если вы за август или сентябрь хоть один раз были супервайзером и выше вы попадете на этот сюрприз или этот сюрприз попадет или нападет на вас что-то из этого получится то есть вы знаете что это за квалификация это простейшая квалификация сегодня с сегодняшнего дня это я ни с кем не советовался просто вам говорю начинается новый отчет нашего успеха в украинской группе моя главная задача я от него не отказался ни на йоту невзирая ни на какую политику и все что творится у нас мне моя цель я очень хочу чтобы наша украинская группа возглавила бизнес в ряде стран мы должны возглавить бизнес ну понятно у нас есть своя страна Украина с огромным количеством населенных пунктов которых люди не знают о нашей компании но не страшно хотят наш продукт потому что жизнь продлевает второе у нас сегодня есть рынок германии вместе с ЕС вместе взятым пустые рынки германия франция это огромные рынки сегодня нет ни одного дистрибьютора нормального это много миллиардов бизнес и у вас наверняка там есть знакомые которые можно обратиться я своих норвежских дистрибьюторов знаете норвежские дистрибьюторы моя первая линия она с Минска сама 20 лет в Норвегии живет а у нее там норвежцы пошли я их нацелил на то что Норвегия маленькая страна никогда не возглавляла бизнес в американских рядом Швеция рядом Германия а еще есть Китай Япония и Соединенные Штаты Америки и вот мой дистрибьютор в Норвегии уже нарыло кандидата из Китая круто очень круто на самом деле причем она прилетает в Италию 24 числа будет в Италию отлично познакомиться вы понимаете к чему это? это я вам скажу большой бизнес и он находится в этой тачке для вас но ваша главная задача не просто купить билет себе а сколько ваших дистрибьюторов туда попадет и вот это ваш успех именно это ваш успех чужими руками получить готового профессионала вот это и есть еврейский совет который мне дали в 97 году для того чтобы стать успешным и богатым дистрибьютором который прекрасно использует все таблидеры компании все таблидеры делают только так никогда в одиночку никуда не есть вы должны сидеть в зале и протащиться от того что выступает Фернандо Гатти сидит в зале ваших 10, 15, 20, 30, 100 человек и он их обучает потому что лучше него вы не сможете а после этого они выйдут и очень серьезно займутся бизнесом это значит вы будете обеспеченными ловите момент месяц остался наши всегда все делают в последний момент это очень важно для тех кто хочет действительно делать очень большой бизнес я не рекламирую это для всех но только для тех кто хочет действительно быть очень крупным бизнесменом это всегда единицы 24, 23, 24, 25, 26 октября в городе Езоло это Италия рядом с Венецией будет проходить мероприятие называется Team System Weekend который организовывает Фернандо Гатти я хочу сказать что после этого мероприятия вы никогда не будете бедными людьми ну я там был я знаю о чем он говорит там конечно билет подороже будет он стоит 100 евро я купил 20 билетов у меня один остался билет на это мероприятие для наших дистрибьюторов все мы вылетаем с Украины самолетом туда кто-то вылетает в разное время мы там все встречаемся и мы проведем несколько незабываемых дней я вылетаю туда 15-го числа с одним из членов команды с семьей парковыми они туда летят тоже старший менеджер он захотел со старшего менеджера стать генералом я понял и очень хорошо мы вылетаем сельями туда с детьми тоже с женами наконец-таки моя жена уже будет увидеть мир потому что сидела с ребенком мы вылетаем 15-го числа мы вылетаем сначала в Милан в Милане было несколько дней потом мы зайдем в Верону Барков меня уже накрутил что Верона прекрасное место с парками с озерами там чудеса там все такое да мы там проведем время потом мы выезжаем и будем 5 или 6 дней находиться в Езла Езла это курортное место это море это круто на самом деле и совместим полезность с приятным туда вылетают еще ребята из нашей группы ну и прекрасно поэтому остался один билет до этого момента но это для тех кто хочет покрутиться но это в частном порядке вы ко мне обратились но на сегодняшний день главное мероприятие будет это 4-5 октября с Фернандо Гатти и американцами который нас провел здесь я обращаюсь к вам этот момент нужно очень здорово использовать а в в Продолжение следует...